Юные читатели Урая встретились с писательницей из Ханты-Мансийской Еленой Аушевой. Она презентовала ребятам свою повесть «Лурик. Лунный кот». Сказка признана лучшей на литературном конкурсе самодеятельных авторов Югры «Слово». Голосом произведения стал Александр Скавыш. Он был первым, кто его прочел. Так получилось, что, видимо, что-то так вот срослось где-то там, наверху, и наш лунный кот просто пришел к нам на подоконник. И каждый день он творил какие-то чудеса. Мы вместе с ним ходили на рыбалку, мы каждый с ним были в каких-то интересных ситуациях. А озвучивать очень интересные, я бы сказал, рассказы с интересными персонажами всегда здорово. Во время презентации книги актер и писательница разыграли небольшую сценку о том, как произведение появилось на свет. Привет. Привет. Есть ли у тебя написанная история «Сказка для детей»? Нет, истории нет, но есть задумка. Она будет про... Впрочем, я тебе не скажу, а то он испугается и убежит. Значит, ты напишешь первую главу? Ну, я постараюсь. Напиши. А я буду читать каждый вечер свои рубрики «Сказки на ночь». Презентация книги проходила в форме диалога автора со зрителями. Клоун Шурик зачитывал фрагмент главы, а дальше писательница. Предлагала ребятам пофантазировать и поразмышлять, почему кота зовут Лурик, что такое ночь лунности и другое. Кроме того, детям во время встречи представилась возможность нарисовать сказочного персонажа и даже потанцевать. Говори, что ты не поведешь, не отлетешь, не отлетешь, не отлетешь, не отлетешь. Это Лурик «Лунный кот». Мне запомнило, что там девочка Даша познакомилась с необычным котом Луриком, который исчезает и появляется в разных домах. Да, я очень хочу эту книгу прочитать, потому что она очень необычная. Богдан Аперонов тоже остался под впечатлением от встречи с писательницей и ее героем. Я никогда не замечал и не думал, что даже близко с нашим городом есть настоящий писатель, который пишет такие чудесные книги. Мне очень понравился этот рассказ «Лурик». Лунный кот Лурик. Замечательный. Активная вовлеченность детей, их позитивные эмоции порадовали гостью из Ханты-Мансийска. Она пообещала в скором времени написать для ребят новое произведение. Я хочу сказать, что во всех смыслах Урай меня встретил теплом, теплом погодным. На удивление, у вас намного теплее, чем у нас. И, конечно же, потрясающая заинтересованность читателя во встрече. Мне всегда интересно работать, когда идет отдача. Отдача такая, что ее приходится даже сдерживать. Зрители поблагодарили гостью аплодисментами, цветами и улыбками. Сделали несколько фотографий на память. Самым активным читателям Гелена Аушева вручила книги с автографом и открытки с авторскими иллюстрациями из ее произведений. Дети пообещали ждать продолжения волшебной сказки и новой встречи с югорской писательницей. Субтитры создавал DimaTorzok